МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельчане тепер могут отправлять звороты на портал 115.бел. Разумное, доброе, вечное. Віншаванье с профессийным святом принимают в эти дни белорусские наставники. Помылки молодости, подлитковая злочинность в регионе знизилась больше, чем на четверть. А зараз об этой меньшим больше. Подробязно. Аграры Гомельской области амаль завершили уборку цибули, убрали больше, как полову бульбы и наближаются до экватора, панарыхтовцы кукурузы на зерне. Другие хлебы в регионе убрали на 56% площадь, накопано коля 70 тысяч тонн. Самые урожайные палетки в Рогачевском, Будакашалевском и Ельском районах. Протягивается и уборка кукурузы на зерне, пройдена половая площадь. Намолочено свыше 170 тысяч тонн. Середняя урожайность в регионе 70 центнеров с гектара. А вось уборка цибули, амаль завершена. Застались и опошние гектары в Рогачевском и Гомельском районах. Гомельчане теперь могут корыстаться порталом 115.бел. Йон створены для оперативной ликвидации проблем у сферы жильево-коммунальной господарки. Сперва гаминовой послуги ознайомился Олег Синсироу. Портал 115.бел у Гомельчане працует в сяго неколько дзен. А на его уже доставили кля 240 фотоздымков. Звороты на кстат несправного даху, ті крана у кватары, які притякае, не проймаються. Для гэта гаюсь адзіный спецальний номер 115. На сайте размещаються фотоздымки з несанкционованными звалками, зламанными древами, ті незаменіны свечасово-тритуарной плиткай, яка може працавлять погрозу для пішоходов. Цяпер, тако і ось аматорская граффити. Можна спотографовать і накеровать на сайт 115.бел. На протягу суток модератор павінен разглядзіць зворот і накеровать яго для рагавання відповідна служба. А пошні павінны привезціся новыць гэтага дому у парадок. При гэтам чалавек, який накерував зворот на сайт, може надзіраць за ходом разгляду. Спеціально в прайнатых мерах павідамляць не будуть, але на сайте размістіць фото у форматі «Бло» і «Стало». Чалавек открыває сайт 115.бел, проходит простую регістрацію, отвечає на несложные вопросы, і таким образом он уже зарегістрирован. Для удобства також существує ще мобільна версія 115.бел, де гражданин с помощью мобільного приложення при переміщенні по вулиці може в режимі онлайн делать фотографічні снимки, і таким образом їх сразу же разміщати на сайте. Портал не є офіційним сайтом государственних органів. Це як нам під спор'я, ми не везде всіх можемо все увідіць, а люди нам підскажуть, на що треба обратити внимание, де-то устранити недостатки якісь, аварійну ситуацію, то есть оперативність реагіровання. Олег Сентіров, Ігор Мариченка, Телерадо, компанія «Гомель». Чаргова аукційон по опродажу нерухомості адбудзіцца у «Гомелі» восьмага «Кастрычніка». Потенціяльным пакупнікам пропануть аб'єкты для організації бізнесу. Лота у три кожных гэта комплекс вытворчых будынкав. Сюды уваходзіць клады, гаражи, станцій техобслуговування і много іншая. Усі аб'єкты зараз належать «Гомелі Аблбуду» і размещаны у «Добруші». Сам аукційон пройдзі у «Гомелі». Падрабязну інформацію можна знайсці на сайці «Гомелобларэклама.бивай». Сюня у «Гомелі» прайшлі перші урочыстасці да надыходзіцьага профісійнага свята настаўнікаў. У Горадскій Центр Культуры запрасіли самых левшых, таліновітых і творшых педагогаў, каб падякаваць заплённую працю. Організаторы святочнага мерапріемцтва падрыхтавалі для гастей адразу некалькі выставачных пляцовак з музычным суправаджэнням. На одной можна було знайсці фотосдымок родной школы, на іншій – познаўніца со знакомитыми вупускниками. Особна была представлена фото выстава под назве «Де народіліся, там і заходіліся». Яна расповядала про лёсы людей, які стали настаўніками, захадшиками і директорами у своїх родних школах і дитячих садках. Я могла бы долго і много рассказывать о своїх педагогах, в том числе і о директорі школы, который меня выпускал, который меня брал на роботу, Кучинська Светлана Леонидовна. Я бы могла рассказати о своїй первоучительнице Бачурной Вере Ивановне. С теплотой вспомінаю своїх классних руководителей. Отрадна, що в городі по-прежнему реалізується единая образовательна политика. Созданы все условия для развития любых способностей наших детей. Святошный вечер протягнул концерт. На ім лепших настаўнікаў адзначыли дэпломами, храматами і падячными листами. Свае узнагороды і подарункі уручылі працтаўнікі міжведамасных структур і громадських організацій. І ў працяг святочной темы. Яе добрыні хапая на усіх. Кожнага абагре добрым поглядам, ветліваюсь мешкай і словами падтрымкі. Гэта ап Тамары Туняковай, директоры Торфа-Завадской середній школы. Наш корреспондент Марына Джалая протягуває цикл матеріалу об людях, які адзначаю цюня делю своє професійное свято – День настаўникам. Пожалуйста, Аннушку. Мне нравится математика і русская литература. І русская литература. А почему русская литература? Потому что русская литература, там надо читать, і можно узнать много чего нового. Интересного, наверное, правда? Молодцы, ребята. А зараз у школі вучиться амаль шатыр і сотні дятей. Тамара Івановна для їх не строгий керівник, а другая мати. Її тут не бояться, любять і поважають. І школьники, і підначаліні. Бо як я ще разлумашить той факт, що сорока наставників, які працюють у Торфа-Завадской школі, амаль трыцять, були вучні Тамары Туняковой. Вона всегда була примером для нас. Вона творчіская і, конечно же, іниціативним була человеком. Поэтому, конечно же, нічого не оставалось, як просто прийти сюди і работать в одной, можна сказати, сплочённой команде. Ми її дуже любимо, дуже ценимо. Вона у нас, конечно же, творец, вона у нас командир і дуже хороший чоловік. Наставницька 11-й, до якої належить Тамара Івануна, 210 гаду. Махчыма тому і выбор професій був прадвизначений. Бо я ще у першім класі, яна чула, що тут я є дом. Наставників глибоко поважала і марила тримати ад їх, як мага, більш ведаў. Раньше автобуси в деревню не доходили. Учителя добирались із города пішком. Ну, естественно, замело, многие учителя не смогут доехать вовремя. Меня садили в клас, вначальний, це вже з п'ятого класа. І я там вела урок. Я читала їм сказки, я їм розказывала. І мені це так нравилось, мені це так хотілося, вот скоріе, скоріе, скоріе вырасти і стати вчителем. Так і склалося життём. Після школи поступила в Гомельський державний університет ім'я Франциска Скарини. Атрмала диплом і пришла працаваць ў Тарфазавацкую школу. А мальчуверць тагодзе настаунічала, а пошня 20 гадоў кіруя. Настауніками сталі і є деці, сын і дачка. Такую ж професію працягваць выбіраці мноє выпускнікі школы. Бо дякуючы такому директору, яны атрымалі основную базу, трывалые веды, упэлненась ў сваіх сілах і павагу да професії настауніка. На гэтым тыдні мы завітаєм і да іншых настаунікаў. Велікі сюжет глядзіць ў праграмі «Навіны тыдня» ў неделю на телеканалі «Беларусь 4 Гомель». Марина Джала, Валері Гапанько, телерадеокампанія «Гомель». Дарэчы, наперэда дні дня настауніка, Білпошта запрашае гамельчан павіншаваць са святам сваіх былых тіця перышніх педагогаў. Пятага кастрычніка ўсім, хто жадай зрабіць гэта, прапануюць безплатныя паштокі с перасыланнім па ўсёй Беларусі. Акця пройдзь 14 до 15 гадзін ў двух адзялэнях паштова ісувязі. Нумар 48 па вуліцы Савецкай і нумар 12 па Рэчыцкім праспекці. Пратягваем выпуск. Па выніках восьми месецаў гэтага года падлеткавая злачыннасть ў Гомельской в області знизілася маль на 27 процэнтаў. Аднак сирот 172 злачынства, уздейсненых маладыми людьми, ёсць асабліва тяжкі. Напрыклад, замах на забойства. Каб захаваць контроль над сітуаціей, правахоўны ўрганы пратягваюць актывную профілактичную работу. Падрабязнастю наступным матрыяле. Прадставнікі прокуратуры, УУЗ і ДАИ адправіляся ваустановы сярэдній спеціяльной эдукаціі, каб павіншаваць молаць спадшаткам навучального года і абнерковаць их адносины с законом. У Гомельскім Державным Дарожнобудавнішім Каледжі сустрэча прайшла ў формаці адкрытага діалогу з навучэнцамі. Многі з іх прыехалі ў обласны центр з іншых гарадов і атрымалі больш свабоды удалічы не ад дома. Організаторы сустрэчы нагадалі маладым людзям прапамылкі, які здясняюць іх аднаходкі і адказнаць за незаконны ўчынкі. Подростками завершаються грабіжі, хулиганство. Несколько в меншій мере, но все равно остаётся проблема незаконного оборота наркотиков. Поэтому на эти моменты мы будем обращать внимание. І проблема, с которой сталкиваються і подростки, і взрослые – це проблема, связанная з уголовною ответственностю за распространення порнографіччіх матеріалів. Навучэнці і наставнікі у свою чергу представіли гостям выніки профілактичній роботи, яка я проводяться у коледжі. Выступління гід бригады змінилася демонстрацією відеороліків, які навучэнці рихтавалі на конкурс по пропагандзі здорового ладу життя. Свої групи знімали ролік «Против куріння». Мы записали ролік, то, що там був маленький мальчик, за ним не смотріли родичі, не занимались його воспітанням, і он був там, получается, сигаретой. Тем самым він показував плохой пример своїм сверстникам, своїм друзіям. І ми хотіли б донести цю інформацію відео цього роліка до всіх родітей, всіх остальних дітей, подростків, щоб вони такого не робили, не курили і ввели здоровий образ життя. Молось так само познайомилися з дійністю центра «Подлеток», де вони можуть отримати анонимну і безплатну допомогу медиків і психологів. Основний на прамці роботи – профілактика захворювання і залежностів, пошукрашення у складанних ситуаціях. Центр знаходиться у центральній городській дітячій поліклініці по вулиці Мазурова. Задати питання спеціалістам так само можна по телефоні. Нумары размішані на сайті установи. Ганна Каральчук, Дзмітри Котов, Валері Гапанько, телерадиокампанія «Гоміль». Регіональне, національне і агульночаловече у славянських літературах. У «Гоміль» отбулися міжнародне навукове чытання, присвячене пам'яці народного письменника Беларусі Івана Навумінкі. Форум наведала наш корреспондент Ганна Каральчук. Навукове чытання пам'яці Івана Навумінкі проходять у обласным центру у сьомы раз. На конференцію приїхали дзяті народного письменника і навуковцы з Росії, України, Польщі, Іспанії, Єрманії і Велікобританії. У програмі «Сустрэча» опошні дослідвання літературной спадшіна Івана Навумінкі, а так само аналіз актуальних з'яв у культурным житті славянських народів. Приємно адзначыць, што навад замежні навуковцы выступають на плінарным пасяджені з докладами на беларускай мові, як, наприклад, Гунбрет Колер, професор Альденбургського універсітета. Будемо представити проєкт, який фінансується немецким фондом ДФК, який займається, скажімо, літературною системою у Білорусі з паронального пункту глядження 1-3-20-го стахотя і сучасного періоду. І ми будемо представити спорник як і з архівними матеріалами, які рихтується у Німеччин і у Білорусі. Народний письменник Білорусі Іван Навумінка народзівся у Василевичах Рэчацького района. Прозаик, література знаўцца, академік. Яму заслужено належить одно з гоноровых місців беларускай літературы. Головной темой творів письменника була «Великая чинная вайна», а так само життя інтелігенції, природа, діцячий світ. Серот творів Івана Навумінкі о повісті «17-й вясной», «Хлопці ровеснікі», «Верас на пожарышчах», романы «Ветер у соснах», «Сорак трэці», «Сум белых ночей». Зараз усеяны собраны у 10-томным зборы творів народного письменника, які презентавалі під час відкриття чітанню. Кнігі уручылі працтавнікам бібліотек Гомеля і в області. Це академічне выдання. Национальна академія наук рихтовала, і колектив працівав, великім дякую за гэта. Особна тамы, нават, я ведаю, хто рихтовав карельський перашеек, ездіў на карельський перашеек цікавіўся. Хто кога цікавіла радіма батькава, езділи на вату Василевича, хоч хаты там уже давно нема. Хата ёсць, просто там живуть іншіі люди, гляделі м'ясь тін, де он нарадіўся. Так што молодь адказна до гэты справы поставілася. Івана Навуменкі не стала 12 гадоў тому, але філологі і родные письменніка заховываюць память про яго, і простакіе мероприємства сприяюць аб'яднанню славянського света і культуры. У регіоні прагнозуецца пагаршэні умоў надвор'я, абвешчэна штормавоўе папярэджані аб'неспрыяльныя метаралагічныя з'яві. Завтра ў день на большай часы тэрэторы Беларусі чыкаецца узмацненні ветру парывамі да 15-20 метров за секунду. Температура паветра ў Кумельскай в області складзеў да 9 градусаў у начы і да 8 у дзень. Махчымы невялікія дажджы. Гэта і атак сама іншыя навіны вы можыця знайсці на нашым сайці ў інтернэте па адресі www.cvrgumel.bivay Далі ў эфір і де-факта і спортивны агляда. Я з вами развіцваюся. Дзякусь за увагу. Дякую за перегляд! При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в сознании на полу в одной из комнат был обнаружен пенсионер, хозяин домовладения 1935 года рождения. Мужчина был передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом отравления продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей был госпитализирован медицинское учреждение. А на пожаре в деревне Головинце Гомельского района ранее чуть было не погиб годовал ребенок и его родители. Хозяин дома проснулся ночью от звука пожарного извещателя. Увидел, что в помещении агоний вывел свою жену и дочь на улицу. Травм или ожогов никто не получил. Все благополучно покинули место происшествия. Основная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Спирт и контрафактная водка из России по-прежнему остается весьма выгодным бизнесом для особо предприимчивых белорусов. На днях сотрудники ГАИ Гомельской области предотвратили ввоз незаконной партии алкоголя и, как следствие, его дальнейшую реализацию. Это случилось на границе с Россией, около населенного пункта Селище. Инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Пежо», под грузовой платформой которого для таких серых перевозок был оборудован специальный тайник. В нем находились канистры со спиртом 760 литров и ящики с водкой 520 бутылок. Общий объем продукции перевалил за тонну. Низкая посадка незагруженного с виду автомобиля и привлекла внимание инспекторов. Проводится проверка. Страна-соседка нередко становится законодательницей мод во многих аспектах жизни наших людей. Криминальный сегмент не исключение. Бывают, появившиеся в России новые мошеннические схемы принимаются на вооружении местными джентльменами удачи. В Москве участили случай угона путем приманки на Франклина. Развод заключается в том, что пока респектабельное авто находится на парковке, под стеклоочистительную щетку на лобовое стекло машины злоумышленники кладут купюру крупного достоинства. В 90% случаев водители, которые возвращаются в свой автомобиль, как правило, сразу не замечают деньги и обращают на купюру внимание только когда отъезжают с места. Далее любопытство берет вверх, автолюбитель останавливается, выходит из авто, чтобы разглядеть банкноту. И именно в этот момент его машина подвергается угону. Преступник забегает в салон, дает по газам и скрывается. Были случаи, когда мошенники успевали похитить еще и деньги или ценные вещи. Правоохранители не исключают, что такие схемы обмана могут появиться и у нас, поэтому предупреждают автовладельцев. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В очередном туре чемпионата страны по хоккею в экстралиге оба представители региона потерпели неудачу. Металлург в выездном поединке с юностью уже к седьмой минуте крупно уступал 3-0. Тем не менее, столевары собрались и остальную часть встречи провели достойно. Во втором и третьем периоде была зафиксирована ничья. Итоговый счет 5-2. Гомель встречался с шахтером и уступил в более напряженном по накалу матче. В первом периоде команды обменялись забитыми шайбами. Продолжили радовать результативной игрой болельщиков. И во втором. Горняки вырвались вперед 3-2. Практически в самом начале заключительной третьи хозяева удвоили свое преимущество. Однако рыси и не думали сдаваться. Увеличив давление за две минуты до финальной сирены, гомельчане восстановили паритет. И все же этого оказалось недостаточно, чтобы перевести игру в овертайм. Хоккеисты шахтера были настроены все решить в основное время и уже через 40 секунд отличились вновь. 5-4. Таков итог этого увлекательного и непредсказуемого поединка. В Гомеле стартовала областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения. Своей командой представили 12 спортивных учреждений региона. Состав участников более 80 человек. Выявлять сильнейших будут в 13 весовых категориях. Каждый из юных боксеров настроен решительно, ведь спартакиада – это своеобразный экзамен. Задача стоит сдать на отлично, как у спортсменов, так и тренеров. Здесь будет результат, конечно, и тренерам, как они подготовили своих ребят. Но я думаю, что перспектива у нас радужная. Не будем так заранее забегать вперед. У нас есть в школе наши учащиеся и воспитанники школы. Здесь, кстати, участвуют и те, кто переданы воспитанники в УОР, они выступали за свои школы, которые передавали. Так что у нас есть и победители республики уже в составе команды, на которых надеемся. Представители судейской коллегии уверены, бои получатся не только зрелищными, но и упорными. Проходных поединков не предвидится на спартакиаде. Ожидается равная борьба. Несмотря на наличие фаворитов в определенных весовых категориях. Фавориты, безусловно, есть в каждом возрасте. У нас здесь многие ребята, которые перешли из школьников, буквально первый год боксируют по юниорам. И на спартакиаде школьников они достойно выступили, занимали первые места в республике. И кто-то боксировал на первенстве Европы по школьникам. И сейчас они перешли в этот возраст в юниорске. И представляют здесь свою школу. По итогам соревнований будет сформирована команда, которая представит область на республиканской спартакиаде, которая 15 октября пройдет в Гомеле. Завтра стартует 23-й открытый областной турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Владимира Копытова. Соревнования будут проходить на протяжении трех дней в физкультурно-оздоровительном центре Костюковка Спорт. Планируется участие около 300 атлетов. В Калинковичах состоялось закрытие сезона гонок с препятствиями зонрейс. Заключительная гонка собрала 200 спортсменов. Для самых юных участников была подготовлена километровая трасса с 10 препятствиями. Более серьезные испытания ожидали взрослых. На трассе длиной в 7 километров им необходимо было преодолеть несколько барьеров, водные преграды, бревна, тяжелые мешки, колючую проволоку и многое другое. Забеги проходили в категории стандарт и профи. Также лучших определяли в командном первенстве. Зонрейс в Калинковичах прошла уже в пятый раз и третий раз за этот год. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok